Красноармейский уголь Заработную плату за май Либо за декабрь Это зависит от профессии Посмотрим, что будет дальше Собрали все по тому же вопросу Как и 13 июля По поводу выплаты зарплаты Тогда генеральный директор обещал Что съездят в Киев и выдадут вам какую-то часть зарплаты Было? Было что-то? Платили? Было, да Опять по процентам Опять три раза по 300 дали И все, на этом все закончилось Теперь он обещает нам май закрыть Когда неизвестно Сегодня они опять в Киев уехали Может быть кусочек июля А июнь будет, когда неизвестно от реализации Ну, когда это будет То есть обещание Обещание мы уже слушаем Полтора года Цель вашей акции? Выплата долгов И чтобы наладилась выплата зарплаты Чтобы было стабильно Ну, как положено Вот что вы сейчас будете делать? 10 часов под Красноармейским углем Написали требования к профсоюзам Ну, есть список Сейчас женщина привезет Будем надавать сюда Милиция, прокуратура Куда и профсоюзам Пусть занимаются Пусть что-то делают Потому что, ну, как бы Сил побольше просто нет Вы ожидаете каких-то комментариев От руководства Красноармейского гляд? Профсоюзных лидеров? Кто-то к вам должен выйти? Ну, по идее, да Там посмотрим Будем надеяться, что выйдут Ну, конечно, хотелось бы послушать Что они нам обещают Опять Вы получили уже согласие От кого-то из руководства Что выйдут и с вами пообщаются? Пока нет Ну, вроде мы говорили Что они все уехали на Киев Все Зачем они там все нужны? Честно, я не понимаю Ну, то есть замы, помы Все-все-все Ну, надеемся, что кто-то здесь Наверное, все-таки остался А кто-то должен быть Понятно Представьтесь, пожалуйста Датсун Екатерина Ваш супруг где работают? На Стаханово А на каком участке? На пятом Вы работаете где-то? Ну, конечно, Стаханово Стаханово работаете Как вам сейчас выплачивают зарплату? За декабрь месяц Остаток только отдали А вы работаете на поверхности Или под землей? Нет, под землей Ну, ваше отношение Вот к такому Ну, какое отношение Если зарплату не платят Люди ни тормозок не взять Ни мыло не купить Уже в бане Уже дожились Люди выживают в семье За счет пенсионеров-стариков Вот сюда, стало быть И приходят люди Ну, не знаю Наверное, бесполезны Я вас услышала Скажите, как вас зовут? Николай А фамилия? Ну, зачем фамилия? Работаете на каком участке? На Стаханово Ясно, хорошо, спасибо Какой целью? Добиться денег Когда последний раз получали зарплату? Не отходите Мы в прямом эфире Вас видят Здесь Красноармейск Дмитрий Две недели назад В пятницу За декабрь За декабрь отдали За декабрь 500 миллионов, да? Да А сколько в общей сложности Вот вам должны еще? За два месяца Май, июнь Ну, если хотите Встаньте Я вам подсказываю Май, июнь Май, часть только дали За июнь Вы пришли сюда Вот что вы хотите Я понимаю, что выплаты зарплаты Но с кем вы хотели бы пообщаться? Что вы хотели услышать от руководства? Когда дадут денег Детей в школу надо одевать Долгов куча Коммуналка Свет обрезают За это же тоже платить надо будет За подключение потом Там тоже нас не слышат Не понимают Что денег не дают Вы сами работаете в ГП Или ваш супруг работает? Супруг А где работает? На шахте Стахана Представьтесь, пожалуйста Литкевич, яна Вячеслава Я пришел с целью узнать Когда нам выплатят заработную плату Мы уже 4 месяца не получаем деньги Как жить нам дальше У нас семьи у всех У шахтеров Шахтеры, шахты центральные Как нам жить Нам надо собирать в школу детей У нас нет денег вообще Не копейки нам Ну, переводят там Зарплату за 8, за 9 раз Ну, переводят и то Это Последний раз, что нам перевели Это была зарплата за декабрь месяц За должность Я не знаю, как нам жить дальше Я вас поняла Представьтесь, пожалуйста Я Козлов Константин, шахта центральная Спасибо большое Смотри, вышли только Безворотник, Хованский и Мудрик, которые по социальным вопросам говорят Зачем нам тут не шаг Безвоночник, знаменитый Не хочется черный, надо, чтобы пожрать Дети не голодные Ты не обучаешь Конечно, конечно Вчера Открыли Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жены Шахтюров говорят, что руководства Красноармейского угля нету. Вы рассчитываете, что кто-то все-таки выйдет, что-то вам объяснит? Я сомневаюсь, что кто-то выйдет. Ну, есть надежда. Понятно. Представьтесь, пожалуйста. Стас. Спасибо. С какой целью вы сюда пришли? Цель? А вот вся цель написана. Видите? Людям это уже достало. Достала и киевская власть, и местные тут. Разводящие. Все уже достало. Как вы готовы помочь людям? Людям? Да очень просто. Очень просто. Они должны иметь возможность услышать, что думает делать генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора. Какая у него перспектива на месяц, два, полгода? А так я знаю, что он сегодня, ну, сегодняшний день, он на больничный ушел. Вот что-то все чиновники хворые у нас. Понимаете? Это называется беспредел. Я поняла. Но все-таки что вы готовы сделать для этих людей? Для этих людей все что угодно. Любые обращения, генеральную директору, министру на салвику, они туда просто не доедут, и они это вот туда вот, ну, вот и не отдадут. Это люди уже доведены до отчаяния. И вы готовы сами обратиться к министру? Да не вопрос. Не вопрос. Я поняла. Представьтесь, пожалуйста. Владимир меня зовут. Фамилия моя Деркач. Спасибо. Спасибо. Виктор Павлович, это действительно, что из руководства Красноармии Сумуля только вы, больше никого? Значит, ну, честно говоря, я так вот вам скажу, акция, она пройдет в любом случае. Требования, я считаю, мы с ними солидарны, с теми требованиями. Все, что написано, я это он внимательно прочитал. Ну, у нас надежда большая сегодня, если так пройдет встреча наших губернаторов Донецкой области, генеральных директоров, сегодня встреча у министра. По настоянию губернатора Донецкой области, он попросил министра все-таки собраться и решить этот вопрос с угольщиками, хотя бы доработать год этот. Ну, и надо решать вопрос работы угольной промышленности в следующем году. Если сейчас вопрос стоит о том, чтобы вернуть заработную плату, оплатить шахтерам, потому что август месяц является шахтерским, это первое. Второе, там стоит вопрос о переносе одного миллиарда, которые должны быть в Верховной Раде, должна была проголосовать. Но они же так обещали, что не уходят и резко ушли. А сегодняшняя встреча, она, это подготовка для встречи к премьер-министру. Премьер-министр будет с 8-го числа. Ну, а наши уехали независимые профсоюзы, генеральные директора, все сегодня находятся и надеемся на то, что нас там должны услышать. Едут еще, кроме этого, и дополнительно, я знаю, что председатели шахтных предприятий, председатели правкомов, ну, незалежный профсоюз Украины, инициатор вот этой встречи. Именно вот это все по настоянию независимого профсоюза. Поэтому, я думаю, это как первый этап встречи, но я думаю, что туда с Киева никто не уедет до 8-го числа. В любом случае, будет добиваться встречи с премьер-министром. Такая, по крайней мере, я знаю, в них поставлена задача для себя. Общая сумма задолженности по зарплате? Ну, сумма задолженности у нас, недоплата чуть-чуть, это мая месяца, полностью не выплачен июнь, полностью не выплачен июль. Ну, и уже, если сегодня, до 10-го числа, это уже будет считаться официальная задолженность по автору. Нам некоторые говорили, что на прошлой неделе выплатили кому-то за май, кому-то за декабрь. Это как? Нет, там было поступление, пришло 5 миллионов. Пропорционально у нас сейчас генеральный директор делает на все профессии. Поэтому вот 5 миллионов мы получили, хоть нам еще, конечно, не хватает, чтобы закрыть май месяц 11 миллионов. Ну, это все равно не решение вопроса. Частично вот это все. А, во-первых, еще, знаете, самое страшное, что дадут рядом стоящим объединениям вперед, дадут Селитова сначала, потом дадут чуть-чуть нам. Вот эти вот перекосы, уже даже генеральный директор звонил замминистра угольной промышленности, говорит, не надо нас ставить в разные рамки, давайте уже платить одинаково. Города рядом, присутствуют люди, друг друга видят и узнают. Вот эта тренировка, как говорится, нервной системы шахтерам, она просто сегодня не нужна. Как сейчас работают шахты Красноармейского угля? Работают. Мы в понедельник, это самое, были на первом наряде шахты Стаханово. Генеральный директор выступил и объяснил всю ситуацию. Вот эта поездка, все шахтеры знают, что она значимая для нас в плане решения выплаты заработной платы. И договоренность у нас такая была, что в пятницу, когда они возвращаются, еще раз встречаются с шахтерами, объясняем, какие вопросы там наработаны, как они туда решились. И кроме этого всего, у нас в плане еще провести конференцию трудового коллектива по приезду с Киева. Чем на эти поездки, это поможет решить вопрос? Я думаю, что частично какая-то доля будет выплат, все равно решена. Я думаю, что, во-первых, что август месяц является шахтерским и праздник у нас за день шахтера. Но это не самое главное, то, что сейчас решится август месяц. Надо решить вопросы вообще полностью работы нашей угольной промышленности, Украины. И если мы, и депутаты Верховного Совета, не прислушаются к нашим, и вот этим требованиям шахтеров, и жен, которые стоят, и в целом, работников угольной сферы, и не будет принято решение при формировании бюджета на 2017 год о дотации на угольную отрасль, на тонну. И вы сами помните, как нам даже в те времена было, и 6, и 7 миллиардов, и плавающая была эта цифра, и 5, и 3, но она была. Но если ее не будет, и в настоящий год можно считать, что это забит большой гост, для того, что угольная промышленность может вообще уже не подняться даже с коленой. Частные предприятия, они сейчас тоже переживают свои трудности, но у них есть сбыт угля. И сегодня стоят вопросы, вот сегодня наши делегаты поехали. Первый вопрос, это самый главный, возьмите наш ум. Это первый вопрос. Второй вопрос, это погашение долгов. И третий, стабилизируйте заработную плату шахтеров до конца года и в будущем. Вот это те вопросы, которые должны сегодня быть ключевыми. Виктор Павлович, с какой нагрузкой работает сейчас шахта Мистаханова? Сейчас у нас берут всего только 2 тысячи. И то периодически брали, у нас там было и по 20, и по 30 вагонов. Ну мы даже, честно говоря, вот сегодня 2 тысячи, вчера 2 тысячи, если даже вот так хотя бы брали, мы себе на проживание, как говорится, на хлеб заработаем. Но это не говорит о том, что это решается вопрос материального снабжения, а еще вопросы, которые мы должны покупать и спасатели, людям, и обновление одежды, и обуви, и все. Есть вопросы многие, какие, конечно. Если бы мы вышли на такую вот добычу, что мы могли бы хотя бы зарабатывать 70-80 миллионов по объединению в целом, то это бы был решен вопрос. А что зарабатывать, надо брать наш ухарь. Хотя бы брать наш ухарь, чтобы мы могли хотя бы развиваться. На какой стадии находится подготовка новой лавы шахты Мистаханова? Она движется, эта самая подготовка. Но дело в том, что сейчас простановились некоторые моменты из-за отсутствия финансирования. Вообще хотелось бы, чтобы эта лава, посреди дня шахтера, например, в ноябрь и октябрь месяц, чтобы уже мы знали, что она будет на колесах. Мистер-классовая лавы шахтера, в ноябрь месяц, Мистер-классовая лавы шахтера, в ноябрь месяц, Ваша акция была анонсирована на 10 утра. Сейчас начало 11-го, но никто, по большому счету, на вас не реагирует. Мы за каждого человека не можем отвечать. Значит, это уже прощение, кого действительно уже прыжало так, что уже сил нет. Значит, кого-то устраивает. Как долго вы здесь будете стоять? Пока к нам не выйдут. Да, мы же хотим лапшу, лапшу. Пусковой нету выйти к людям. К людям выйти, вот, люди стоят. Почему никого нет? Это неуважение. А мы же люди. Это презрение, это что мы, как... А если так, к вам никто и не выйдет? Будем стоять. Будем стоять. Будем стоять. Он рано или поздно же домой поедет? Нам готовить не с чего. Нас никто не ждет. Кастрюли пускай. Ну что, да будем стоять. Да лугу надо перекрывать. Пойдем в столовую. Будем кушать. Хай нас бесплатно хормирует. Как мы бесплатно работаем. Все. Да директору. Это же вообще издавательство какое-то на путь. Да директору домов. Мне принесли бумажку на свет 400 рублей. Я получила проценты 300. Мне надо 100 занять, чтобы я доплатила и заплатила за свет. Как будет? Дальше волосы сидят. А если не заплачу, обрежут. А если заплачу, значит, у меня кастрюли пустые. Дальше что? Он работает у меня. У меня муж работает. Голодный. И зять я работаю. Все. Ну вот голодный. Едет во вторую сейчас поедет. Сейчас во вторую. Практически голодный. Все. А уже мне не есть его готовить. Вот прошла и стоять. Люди протремают задолбить. А на шахтах запугивают? Да. А на шахтах запугивают? Расскажите, как запугивают на шахтах? Говорят, мы будем бастовать. А директор говорит, идите отсюда нахрен. Выгоняют их снарядно. Мы вас уволим. Мы найдем, за что вас уволить. Люди боятся. Они и так не работают бесплатно. Еще их матами кроют. Это какой шахте вы говорите? Шахта с таханами. Они и так. Они просто спрашивают у директора, когда будет зарплата. Мы не хотим ехать бесплатно. Их там кроют матами и посылают. Это ненормально. У нас все платно, только бесплатно одна работа. У нас все платно. Бонится школа, родится книжка. Да сейчас померяйте тут, только в огороде засыпать. Где детенки. Там не пять подают. У нас отлога. Так это же город Копеек. Подавайте правильную информацию. Такая, какая она есть. А не придумывать. А правильно это какая? Ну, двери ломают. Мы никогда ничего не ломали. Вот так вот пришли и доказывали, и говорили. А не надо слушать тех, которые вот там сидят и врут. Вы сюда приходите уже не первый раз. Когда были тогда впервые, что-то изменилось после того, как вы общались с генеральным директором? Дали 500 гривен. И все. Внуку. Это если семья. Скажите, пожалуйста, поскольку надо тратить. Поскольку надо тратить. Уже забыли, что такое тормозок. А еще грозят с первого сентября. Будут снова повышаться коммунальные услуги. Извините, как еще больше петлю затягивать на шее людей? Вот идет сентябрь. Детей собрать в школу. За что? За что? Скажите, пожалуйста, сумку пошить и пустить. Пусть дети идут. Студентов учить. За что? Или дети шахтеров – это не дети. Им только надо грестись в угле и все. И до свидания. Уже дальше терпеть нельзя. Выйдут все шахтеры. Вот больше и больше и больше. А туда дальше и будет еще хуже. Потому что уже кончено. Покровская тоже не может всех поместить. И тоже, как говорится, выплачивают одним, как говорится, по документам. А то в конверте дают. Потому что так выгодно. Вдруг ушибло шахтера. Он будет получать то, что там по документам. А что в конверте это не фиксируется. Представьтесь, пожалуйста. Дедушинка Нина Александровна. Это уже, как говорится, знаете, из четвертой династии шахтеров. Даже в музее есть наши фамилии, которые дети, деды. Я вас поняла. Хорошо, спасибо. Мы прямо в эфире. Вы что-то хотите сказать? Вот вы сюда для чего пришли? Я пришла поддержать требования женщин-шахтеров и самих шахтеров о дневыдаче заработной платы. Когда последний раз ваш супруг получал заработную плату? Я даже не помню. Он такими мизерными частями получает. Как удается выживать в вашей семье? Действительно, это не житье, это выживание. Попробовали бы вы на эти деньги выжить. Выкормить детей, отправить в школу и все остальное. Вы сами прекрасно понимаете, коммунальный заплатить, за все заплатить, а что остается на жизнь? Одна буханка хлеба с водой. И так, вода подорожает и хлеб все. И зарплата. Если к вам не выйдет руководство красноармейского угля, что будете делать дальше? А какое-то доверие может быть к руководству этого предприятия, если они не выполняют свои обязанности. Если шахтер знает, что он шахтер, он идет и работает, он никого не спрашивает. Значит, они должны выполнять тоже свою работу и должны с них тоже спрашивать. А шахтер какие? Представьтесь, пожалуйста. Ефимова, Инна Александровна. Оставьте шахтеров, не получается. Это чтобы на пенсию пошел и работал, пока и упадет. Везде добавляется, всей мэрии добавили, всем верхушкам. Какая разница на эту заплату. 30 тысяч и 3 тысячи. Это же вообще насмешка. У них вообще разрешил повышать себе заплату. Самоорганизовались сами. Вы знаете, они не только нас бросили, они нас всех бросили. Я не знаю, почему они бросили, это к ним вопросы. Они отказались. Да, они поехали в ГИД, но в момент. Они на Крым поехали отдыхать. Гилеру нужно в четверг ехать, поэтому они могли сегодня с нами быть здесь, а в четверг они могли сегодня вечером уехать, в среду сегодня и в четверг уже быть там. Но они не пожелали. Они все уехали. Я согласна с вами. Я думаю, что они не все уехали. Есть у них замы, есть у них помощники, но, к сожалению, у нас тут ни озвучки, ничего. Потому что мы с вами сами самоорганизовались и пришли сюда. Вот мы написали свои вымоги. Я вам сейчас, вы позволите мне их прочитать? Конечно. Я от всех. Я Чернянская Рината. Мой муж работает на шахте Стаханово. Начальником смены. Ему точно так же не платят деньги, как и всем остальным. И поэтому, в общем, все говорят, что я решила сесть, написать и от всех вас обратиться к вам, чтобы вы мне помогли все, в конце концов, навести порядок. Ну, я буду читать. И если вы со всем этим согласны, сейчас каждый подпишется под этим всем. Если вы согласны, мы проголосуем все за это или против. И тогда мы свои вымоги отдадим ГП Красноармейскому углу, руководству, кто там есть, вот, замом, комом, пускай выходят, у нас забирают это все. Вот. Отдадим в милицию, отдадим в исполком, потому что это градообразующее предприятие и платит налоги. Но, к сожалению, люди, которые работают на нем, жены, семьи, дети, никому не нужны. Ну, значит, мы будем сами. А может, уже пора к радикальным мерам приходить? Вот, если они не выполнят наши вот эти требования, тогда мы будем... Вот, на этот раз, я думаю, что будет все совсем по-другому. Я думаю, что они сейчас выйдут. Они должны выйти. Они выйдут. Вот. Выйдет, выйдет. Пусть они выйдут и послушают. Дальше, вот эти все требования, дальше, вот эти все требования, они ляжут на столбе. Дайте высказаться, товарищи. Ребята, вы меня слышите? Люди, помолчите. Дайте человеку зачитать требования. Ребята, вот эти все требования, ну, вот, я не играюсь, я вас не обманываю. Вот. Я написала письмо прокуратуру о том, что здесь происходит. Вот вы говорили все, а я уже это написала. И сейчас будет вестись работа. Это уже не наша компетенция, это компетенция прокуратуры. Пускай она выясняет, почему налоги платит ГП Красноармейский уголь, отчисляет полностью, а зарплата в стопроцентной оплате не идет людям. Это махинации. Я хочу сказать, что вот эти вот вымоги, они ляжут на стол министру завтра на салитку. Вы не думайте, не ойкайте, это правда. Если я говорю, я отвечаю за свои слова. Вымоги до адміністрації ДП Красноармейского гиля прийняти на акции протеста 03.08.2016 инициативной группы дружин, герняков, працивников ВП Шахти Стаханова ДП Красноармейского гиля. Первое. Вы платите за боргованность по заработной плате за травень, червень, липень 2016 года. Другое. В период часу с 10.08.2016 до 15.08.2016 провести конференцию трудового коллектива ДП Красноармейского гиля, яка должна проводиться раз на рік. Ее не проводили с 2015 года. Они прячутся от вас, потому что они не хотят, чтобы вы их отсюда за шкирку выгнали, потому что они заработную плату получают, но они ее не отрабатывают. И мы с вами сидим голодные. Дальше. Третье. Забезпечить в полном обсязе відвантажение и сбуд вугольной продукции предприятия. Четвертое. Забезпечить в полном обсязе належную подготовку до зимового, сезону та введення в дію п'ятої північної лави пласта 1.1 на шахті Стаханово. П'яте. Забезпечити виконання вимог трудового коллективу ДП Красноармейского гиля до адміністрації підприємства по колективному спору, що знаходиться на обліку у службі посередництва та примирення в Донецькій області щодо щомісячного відрахування 2% від фонду оплати труда на придбання засобів індивідуального захисту – це каски. Шахтери знаєте, о чому я говорю. Це канагонки для придбання засобів індивідуального захисту працівникам. Відповідно норм галузевої угоди та чинного колективного договору. Шосте. Не допускати примушення робітників шахти з вискористанням службового положення з боку адміністрації підприємства, використовувати безоплатні відпустки, без їх бажання і згоди. Сьоме. Не допускати перешкодження захисту своїх законних соціально-економічних прав та інтересів працівниками шахти шляхом, залякування та тиску з використанням службового положення з боку адміністрації підприємства. Ви згодні за ці вимоги? Так. Ми підписуємо їх? Так. І отдаємо. Руководителю. Везде тут кому можна. Руководити. Так. Ось у мене списки. Щас ми це все віддадем їм. Дорогі мої люди. Підходіть, розписуйтесь. У нас немає ні стола, нічого. Зато у нас є руки, ручки. Ви зберіли, товариш. Ви зберіли. Ви зберіли. Пожалуйста. Ви підписуйтесь, я потім заберу. Хорошо, давайте. На якому основанні голодом молите шахтёров? А хто вас представьтесь? Правильно. На якому основанні? На помощник генерального директора, безгородний Виктор Павлович. А де генеральный директор? Давайте, ви вже задали вопрос, я о чому вам расскажу. Понимаєте, о том, що готовиться акція, ніхто ж і не знав. А? 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 Не, ну ви задали вопрос. Я вам щас скажу. О том, що готовиться акція, при двері цій встречі, яка сьогодні. Ви ж дайте я скажу. Ви так сразу кричите дружненько. Ніхто не знав, що це акція. Ви ж там слышу говорити. Ви ж там не знав. Ви ж на тебе, п'яка, ви жди, п'яка. Ви ж існує група в соціальних сетях, жін Красноарвейську уголь ГП. І ніхто не знав, там сообщається, о том... Ми неделю говорим о том, що буде це собрання. О тому, що ми будемо відвігати свої требування. Говорить о том, що діти голодні, вперед школа. Мужчі ідут на роботу полуголодні. А ви говорите, ніхто нічого не знав. Все знают, и вы знаете. Вы задали все вопросы, я вам отвечу. Я еще раз говорю, о том, что готовится эта акция, никто не знал. Встреча 20 дней назад. Мы делегацией, я, Безворотний Виктор Павлович, Девятов, Анатолий Петрович, Абрамов Александр Викторович, были на встрече губернатора по поводу сложившейся этой ситуации. Я вам называю 20 дней назад. Поэтому эта акция и в сетях еще не была. И поэтому вот это все, что запланировано, это была договоренность нашего губернатора Жибринского по поводу вот этой расширенной встречи у министра угольной промышленности, а потом перехода этого решения вопроса у премьер-министра. На сегодняшний день наши все уехали, генеральный директор Асавас на телеграммы. И я потом скажу об этой акции. Это даже хорошо, что она есть. Это подполье того, что сегодня ведутся переговоры именно у кабинета министров. Имеется в виду у министра. Там находятся независимые профсоюзы. Профсоюзы угольщиков полностью все собрались. Четыре губернатора, четыре объединения, это генеральные директора, председатели независимых профсоюзов. Сегодня уезжает селедовый уголь, проводит сегодня свою конференцию в ДК. И уезжают тоже. И мы туда уехали не просто там для того. У нас на сегодняшний день сложилась ситуация задолженности по угольной отрасли. Не закончен май, июнь, июль. Август месяц начался шахтерский праздник. И вообще подготовка и семей, и школам, и полное бездельниче. Поэтому, если вы думаете, что кто-то скрылся и ушел, нет. Мы в понедельник... Вы работаете на какой шахте? На какая? На Стаханово. А я вам хочу сказать, что на Стаханово в понедельник генеральный директор, был я там, был главный экономист нашего объединения, был директор вашей шахты. И у нас произошла там такая вот договоренность, что уезжает наша делегация до 8 числа, до пятницы. В пятницу мы возвращаемся, наша делегация. Приезжаем на шахту Стаханово и рассказываем все, что это случилось. И кроме этого всего проведем еще расширенную нашу конференцию трудового коллектива. Понимаете? Поэтому вот это требование, которое вы сейчас подписываете. А когда диняк? Нормально. А два, когда диняк? А знаете, что, пожалуйста, мы не так человеке. Подождите! Вот послушайте, я сейчас зашла подписывать их, в общем, и мне сказали, что, я говорю, почему же вы не выйдете к людям? Да там жарко, говорит, мне жарко. А сейчас не жарко, там работают. Я хочу сказать, если вы любили в нашем положении, вы точно так возмущались. Белущая строка, выделена деньги, 20 миллионов, не сколько, где они? Где зарплата? Слышите, я вам еще хочу сказать. Что вы можете сказать? Они выделили ни копейки. Ну а белущая строка? Белущая строка 200 миллионов. Мы ж не пускали. Так, подождите, получается, нас горбит не только и правительство с завтраками, когда говорят, что выделили деньги. Аликур, да ты на! А зачем обещать? А горни спятят, а горни спятят, а горни спятят. Да не мы запрещать. А почему вы нам не сказали, Виктор Павлович? А что ж, нам не не запрещать. Зачем не запрещать писатюрам басновать, а? Не запрещать? Да, что вы не говорили, Виктор Павлович, а не запрещать? Можно я скажу? Корректор НПФ и ПРУ полностью чиновтавлен. Правильно, правильно. Что? Ну, правительно такое. Неделю назад, буквально неделю назад, Абрамов, главный экономист шахты, звонил по телефону шахтерам, семьям и просил на беседу подойти. Значит, по поводу того, что ими интересуется СБУ. Потому что жены, которые пришли сюда поговорить тогда с генеральным директором, вот, оказывается, они что-то нарушили, хотя это их право собираться на мирные акции. Это Конституция написана, понимаете? Но мы, оказывается, здесь разбили дверь, оттолкнули в актера, вот. И вот поэтому, в общем, мы сделали преступление. И чтобы такого не было в следующий раз, нам сказали, что вот, вы знаете, придите на беседу. Ну, потом, конечно же, позвонили, опомнились, сказали, не надо вам уже приходить на беседу. Как? Как? Вообще? На каком основании главный экономист шахты, Абрамов, Александр Александрович, себе позволяют такие вольности? Скажите, зачем им запугивает людей, шахтеров? Это их право. Они пришли требовать свое. И если бы им платили заработную плату вовремя, в 100% платить, разве люди сюда пришли? Не пришли никогда. Да мы бы сидели спокойно дома и работали спокойно. Не пришли никогда. И не было бы этой ситуации. Я хочу сказать, ну, понимаете, что мы получаем за плату, мы не получаем. Получаем. Получаем, я не надо разговаривать. Получаем. Хорошо, подождите, я задам один вопрос, ради которого я сюда пришла. Вот вы говорите, да, мы не получаем. Все знают, какие копейки мы получаем. Вы говорите, вы тоже не получаете. А скажите, пожалуйста, а тут у вас деньги на бензин, на такие вот машины, на которые все ездят? Я сейчас не беру вас, в частности, а вот закрутников, да, которые управляющие. Вот честно, ведь бензин сейчас не дешевый. И купить тяжелее бензина, это надо потратить. Я вам говорю, что сейчас начнется. Я уже пенсионер, получаю, практически я ее выкатываю. Я вам честно говорю. И вот заработку хватает. А я вам говорю, что я ее выкатываю. А я не верю. А сколько же вас в месяц? А сколько вы в месяц? Я буду вас в месяц. У нас в месяц. А вот сегодня жные люди и знают, сколько у нас машин. А у меня таких машин. У меня что-то, что-то. Да, подождите, вы заставили ее. Уже ли вы все пенсионеры? Каждый месяц надо тех обслуживания проходить на вашей машине. Загоняйте ее. Да мы и не ходим на все обслуживания. Я честно, вы же сами меняем образование. Я дешевый, я не знаю, пенсионер. Тут тоже все остальные пенсионеры? Мы не рады, директор, а пенсионер. Хорошо, тогда отсюда следует следующий вопрос. Где дорога молодым? Почему пенсионеры занимают место? Они проработали свое, наработали стаж, наработали очень много. Я не могу пойти на работу, потому что театр. Я не могу пойти на работу, потому что театр. Смотри, сегодня кадровые волосы, мы здесь, даже на уровне предприятия, как мы будем сейчас ходить, у него одного мастера. Да вы не дайте тебе волнути, враги. Да, подождите, у вас вы написали, давайте я присутствую на наше предприятие. Если захочешь на предприятие, там вот такими буквами написано, приема нет. По каждый год выпускаются сотни тысяч специалистов, как они устроены? Смотрите, вы вот говорите, ну мы вот еще живем теми мерками, когда по-моему была дорога, я с вами сказал, я закончил институт, я пришел работать годным мастером, потом уже поднимался более чем. Вы думаете, что я сталкиваюсь вчера. Нет, поэтому у нас, если вы говорите, то у нас численность должна быть, она заработанная на человека, можно с этой дизайна отталкиваться. На шахте стакана работает 2,5, 2,5, мы должны добывать 2,5, тогда это стабильная работа. Это я согласен, почему вы мне ответите на такой вопрос, а дровый голод, я согласен, но почему занимает место человек, которому уже 60 и за 60, он уже еле по шахте перебегается, и он сидит, занимает чье-то место, все время, когда молодой специалист, он опять старший, который занимается тем, что просто в шахте со стола на стол переносит. Он не соображает производства ничего. Приезжай, ты мне указывай, как мне работать, да я молодой, может, подавал. Но он мне указывает, что мне нужно делать, хотя сам даже на мое место работы никакой даже и близко. Это не вопрос, это бездельничество. А простому пацану с ПТУ или с гурно-технического технику Василий Должного, ему нет, у нас нет, ему даже рукой, чем места нет. Потому что вот такой дедушка ходит в песком шахту посыпает, и все. Я считаю, что на предприятии вытаскивают какого? НПГ. Ну, Абрамова, 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 вот сегодня, вот сегодня снятие, вот смотрите, вот сегодня снятие, это вот мы ездили, вот это дедушка. НПГ закрывали рот, профсоюз, закрывали рот, напои, профсоюз, они вычинены, гордотые, выходные, подождете, передерживайте, понедельник, вторник, полдонут день. Вы чего вы развиваете? Так вот, разница, почему вы молчите? Почему? Смотрите, такая ситуация, когда и случится, почему люди в этом... Бабушка, можно скажу? Артём, 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 вы можете рассказать? Я сейчас спросил, как мощный вопрос, вы можете этот вопрос ввести на повестку дня распределения профсоюза? Мы, по этому поводу, это ваш канал, понимаете? Мы, по этому поводу, это ваш канал, понимаете? Артём, значит, давай договариваемся так. Мы, вот приезжая с Абрамов в пятницу, мы будем у вас на шахте. Подойдёшь ко мне лично, и вот этот вопрос поднимем прямо при директора шахты. Это я вам обещаю. Поднимем, это надо. Давайте за зарплату. Еще раз поднимем. Это было лично. Какой вы сейчас? Это вопрос. Это за зарплату. Это за зарплату. Это за зарплату. Это за зарплату. Вот сейчас. Они были ещё вчера. Что мне делать? По заработной плате. По заработной плате мы можем только, если сегодня состоятся переговоры. Сколько остается вопрос, я не скрываю. Вот. Если только закончатся вот эти все переговоры, я вам могу лично назвать, какой первый вопрос, хоть там сегодня… Когда будут деньги, он единственный. Да. Нет, там не один вопрос. Нет. Самый первый вопрос, который мы сегодня ставим, чтобы забирали нашу продукцию. Если они будут забирать нашу продукцию, это наши деньги, это наше развитие. Вот они сказали сегодня. Вот это первый вопрос. Второй вопрос, который сегодня будет звучать у министра, это отдать долги наши заработанные шахтёры. Вот это второй вопрос. И третий вопрос. Хотим, чтобы всё-таки переменули 1 миллиард с четвёртого квартала, чтобы мы могли нормально дожить в угольной острости этого года. А следующая встреча у премьер-министра, чтобы нас ввели в дотацию на то, как она была раньше. Она была плавающая. И 2 миллиарда, и 3, и 7 миллиардов. На сегодняшний день... Почему вот эти заработные кладки? У нас вообще решили право дотации в 2-й год. Мы просто всё заработали, мы дадут. А вот эти деньги, которые нам передвигают, это просто вот эти диски и проценты, вот это всё, что мы добиваемся. Поэтому мне напишите. Вы мне напишите. Я вам хочу. Это дело. Один раз можем только с вами разговаривать, что там решился вопрос. Это так. Или в конце секунда 6-го дня... Вы скажите, кто будет оплачивать там сыр таких знаменитостей в городе Покровске, Мирнограде? 27-го гуляем, 29-го гуляем. Они с голоду подыргают, а им в конце. Теперь я хочу вам сказать, что касается концерта, наших денег и участия там нет. Они бесплатно едут, да? Нет, это вот уже вопрос тех, кто организует. Вы им скажите, пускай борща привезут и хлеба. Накормят шахтеров. Мы им передадим. Это обязательно передадим. Не, ну чем уже хочет детей кормить? Вы скажите, сегодня, завтра. Не, я позвоню. Это да. Это все очень экономно получается. За счет Саханова, за счет 5-6. Конечно. А что там делать? И зачем ему нужен этот праздник, если нет денег? На него даже прийти. Потому что там молодежь, которые мало попадают денег, они пойдут отдыхать. А нам с чего ребенка собирать одного-второго в школу? А им бесполезно на это. Без разницы, что объяснять. Мы два месяца в поле. На сегодняшний день мы же не говорим о том, что предприятие наше. Не надо это самое. Не надо. Не надо. Не надо. Понимаешь? Поэтому в любом случае по приезду в ДК вот здесь будет. Конференция трудового коллектива. И вы можете, вот, целиком союза, а это будут все профсоюзы. Не только независимые профсоюзы. Какого числа? Ну, по приезду определимся в даче. Вы хотите стать женщиной с ребенком? Вы этому ребенку объясните? Что он будет завтра? Я понимаю. Женщина. Не понимаю. Засадим на владении. Не понимаю. А его объясню. Я услышала. Вы мне сказали. А ему. Вы объясните этому ребенку? А этому ребенку никто не объяснил. Никто? Почему вы тут стоите? Потому что там нет. Почему вы тут стоите? Да я уйду, если я вам мешаю. Нет. Там мешает. Я руководитель. А я не руководитель. Я же не генеральный. А что вы тогда отвечаете? Потому что никого нету больше. Никого нету. Сзади сходите там сидите. А, ну хорошо. Вы на министра привезите умольную промышленность. И мы его тут находим. Кем? Что мы едим? И будем держать тут? Ваши. И пусть так пытаются. Как пытаются наши дети. Скажите. Сколько не придешь сюда. Под объединение. Никогда. Генерального нету. Того нету. Этого нету. А где у нас вообще кто есть? Слушайте. Ну вот вы меня обвиняете. Ну я вышел. Слышите. Да вы вышли. Вы дорогой. Вы вышли. Надо было не выйти. Не вышли. Спасибо. Мы вам вот так благодарны. Хоть вы вышли. Потому что я вас вышли. Так вы объясните. Вы нам помочь. Теперь ничем не можете оказывать. Нет. Знаете. Наши помощники. Те которые в Киеве. Вот. Они служат в Киеве. Они наверное там живут. Есть помощники. У помощников есть помощники. Кого? Есть люди которые послали. Они в Киеве живут. Которые могут ответить на вопросы. Спасибо вопросам. Ну я по-настоящему. Другие люди в Киеве не слышали. Понимаете. Ну вот. Другие люди в Киеве пришли. Я знаю. Вы в очередной раз получили обещание. Вы в очередной раз получили отговорку. Я понимаю что возможно не все от вас зависит. Татьяна. Вот так вот нас тоже кормят. Такими обещаниями. Честно говоря. Ну у вас дети уже взрослые. Работающие сами. Имеющие бизнес. А у меня маленький ребенок. Один школьник. Второй. Другой. Вот. Понимаете. Вот. А вот это что обещание. Вот это уже терпение. Наверное оно пришло точкой кипения до конца. От этой поездки. Вы не можете поверить. Но я говорю. Зависит очень много. И возвращение наших делегаций. Мы же не зря собираем конференцию трудового коллектива. Понимаете. Да. Поэтому если в пятницу приезжают они ни с чем. Вот это вот митинг который сегодня. Мы шахтеров мы уже не остановим. Никакого не обещания. Значит мы в пятницу на первый наряд. Наш трудовой коллективный. Встречаемся. А лучше всего остановятся шахты. И не работают шахтеры. И получают деньги. Задолженность. Да. Мы это не толкаем шахтеров. Потому что. А надо толкать. Потому что они лезут шахту для того чтобы деньги получать. Объясню вам почему. Значит смотрите. Вот эти все остановки. Ваш муж сегодня не ходит на работу. Неделю. А его. Вы знаете какая украшка? Не знаю. Сколько он зарабатывает в день? Ну примерно 200. А часть пенсии высчитывают мужа у работающего. Да. Вот это нас обманули все. Пенсию высчитывают. Значит смотрите как наши депутаты с нами обошлись. А зарплату вовремя не дают. Слышите. Смотрите как депутаты с нами обошлись. Все в экран рассказывали что сымается все. Все запреты и все остальное. Конечно в итоге что они сняли. Копейки. Проценты. А по пенсионному фонду обеспечение работающего пенсионера оставили 85% выплачивать его заработанной пенсии. И написали еще поправку до конца року. Вот это конечно не справедливо. Это обманный шум даже и от депутатов и от службки которые нас обеспечивают пенсионерам. Понимаете? Молодец. А ты не подошла. Не ошибалась. Я бьюсь. Я бьюсь. Ой как же шило. Я знаю я там работала у меня отродили. Я не помню. Что там уходили? На второй этаж. На второй этаж. Какое дело? Объем. Я прибавляю. Не нужно получать ставку. Я получаю заработанный объем. Какие это учебы? Я прошу официально. Для того чтобы мне поставили море. И все равно не прошли. Неси попку. Пряжи кончалку. Пряжи кончалку. А нам как схватит за это? А чёрт возьми. Мы отрабатывать на себя не будем? Нам сейчас в конечную шахту можно мести. Со мной. Управили. Пусть они пробежали. По высоте. Продолжение следует...